Всем привет, Рэм на связи. Да, спустя полгода после первой части и неделю после последнего видео, я хочу вам показать ещё 5 очень странных уровней в ГД. Сегодня на пятом месте у нас уровень The World Machine от ютубера ГД Колон. Оценён этот уровень был буквально год назад. Может два, я не знаю точно. Но в целом вы видите, что это какой-то просто 1.0 уровень. В таком случае вцелёт вопрос, почему он был оценён? Я умру здесь где-нибудь, вот так. Вы запомнили, как там было? Сейчас мы проходим этот корабль, снова. И у нас всё поменялось, или нет? Нет, не поменялось. А вот сейчас вы помните, что этих тройных шипов не было. Теперь уже явно всё совсем другое. А тройные шипы остались. Уже ясно, что что-то с этим уровнем не так. Он меняется на каждую попытку. И я почти уверен, что если взять все попытки всех людей, когда-либо игравших в этот уровень, или его копии, то у них никогда не получались одинаковые уровни. И это даже сделано не в 2.2. В 2.2 есть рандом триллеры, а это здесь сделано было гораздо интереснее. И гораздо сложнее. Эх, немного не дошёл. Здесь вроде как на каждый определённый момент времени есть только 2 или, возможно, 4 различных варианта. Не меняется здесь только первый корабль. И последняя часть с тремя монетами. Проблема этого уровня ещё в том, что его почти невозможно натренировать. Так что я не думаю, что это прямо Хартер. Мне кажется, это даже какой-то инсейн. Вот как я мог это запомнить? Ну как можно вообще это было запомнить? Всё, наконец-то. Вот такой сид. И да, всё-таки тут оказывается 4 этих части. А следующий уровень это First Travel. Вот Real Storm. Единственная вещь, по которой я его добавил сюда, пусть она и фактически одна из самых важных, он первый. Именно так и написано в названии. У него ID 128. Раньше такого ID уровней нет. По крайней мере сейчас. Возможно, они когда-то и были. Возможно, это были тесты Робтопа. Но это не отменяет того факта, что он уже на протяжении многих лет самый старый уровень. Если его не удалят, он таковым останется навсегда. Чем-то напоминает современные ресент-уровни. Да, вообще это примерно так и есть. Хотя вообще он наименее ресент, если знать значение этого слова. В ГДК это синоним слова плохо. Следующий уровень. От ютубера Спутникс. Экстрим Демон Плейс. Зайдём в него. Да, он будет загружаться ещё очень долго. Где-то полминуты, может даже больше. Ну вы видите. Это 4-х минутное нечто. С огромным количеством флагов, разных других объектов, непонятного деймплея и вообще всего. Вы наверняка знаете такую штуку, как Арплейс на Реддите. И Спутникс решил реализовать нечто подобное, но уже с объектами в Джо М2 Дэш. А как музыка от The Speed of Light, конечно же, в начале Бладбафа, там часть из начала Бладбафа. В этом огромном проекте приняли участие около 14 тысяч человек. И Роб Топ, увидев это, решил оценить этот демон. Так как он был верифицирован, он возможный, пусть и, наверное, самым странным геймплеем вообще из всех уровней. И тянет этот геймплей примерно на экстрим демон. Действительно, это чем-то напоминает 2B2T. Второе место. Уровень Helping Hand от SPK. Сначала может показаться, что это самый обычный нормал уровень. И мы видим, что здесь шипы. Может показаться, что раз этот шип сияет, то, наверное, он не настоящий. Но нет, он совершенно настоящий. Правда, почему-то мы стали кораблем. Но это уже другой вопрос. Пытаемся еще раз оттуда найти. И видим, что здесь появился мой куб. Вернее, не мой куб, а базовый, просто с моими цветами. И он работает как блок. В то же время, мы можем идти дальше. И непонятно было, что это за фантомные блоки. И мы опять умираем. Дело в том, что нам нужно будет умереть 4 раза, чтобы пройти этот уровень. Да, фактически, это единственный оцененный уровень в игре, который чисто технически невозможно пройти с первой попытки. Хотя нет, вроде как он не единственный, потому что есть забагованные автоуровни. Мы еще раз умираем. И теперь мы видим, что здесь появилась платформа. Также сейчас такая же платформа появится и здесь. Вот она. А также нам нужно будет пролететь вот здесь. И теперь мы можем окончательно пройти уровень. Да, последний шип фейковый. Тогда тебе просто нужно немного помощи друга. Или себя самого. Чем-то этот уровень напоминает The World Machine, который мы уже видели. Но The World Machine по крайней мере можно пройти с первой попытки. И первое место. New Level от Skelly3628. Заходим в уровень. Заходим. Заходим. С третьим. Что? 101%? Что? Чего? Как вы это видите, уровень идет. Но мы и опять это. Опять то же самое. И еще раз это наслаивается. Но, к сожалению, я не могу это продолжить, так как не могу нажимать, когда на экране сразу же два меню выхода из уровня. Если у нас также будет снова два меню, и мы захотим нажать на кнопку перезапуска, то у нас перезапустится только одно меню. и мы по-прежнему не можем ничего нажимать. Я не понимаю, как сделали, что я умираю на 101% и при этом у меня каждый раз рекорд получается 101%. ты одновременно можешь и выиграть, и умереть. То есть ты как бы проходишь уровень, но умираешь. Потому что умираешь уже после того, как прошел этот уровень почти такой же странный, как уровень на первом месте из прошлой части, в котором было шесть монет. шесть монет. Спасибо. С�.